Так, у нас Верайзинг, на связи Чандр, Альмина с Беляшиком у нас все еще на базе, обустраивают нашу часть, а мы вырываемся в страшную пещеру. Там скелет Маг и скелет Лучник, но тут много железа, попробуем понадобывать. У вас там в порядке все? Достроили что-нибудь в мастерскую или еще чего? В мастерскую достроили, перетащили за половину. Ну, пошел на улице за мастерской. Хорошо. А я тут руду добываю копьем. Дерево! Куда ты делал моё дерево? Дерево! Вот оно в мастерской. Ты живешь? На 20% меньше стоит. Стены сделаются. Так, смотри, мы 4 комнаты, вот эти вот, 4 клетки вот эти под мастерскую выделяем, правильно? Вот это тоже мастерская. Так, это мы так сделаем пока. Сейчас, ребята, это прям жестко. Девчатки там пока занимаются выделением мастерской. У нас тут серьезная заява. Интересно. Ой. Решил защититься от руды. То есть от этого надо уворачиваться. Я тебя понял. Так, ну железной руды мы действительно найдем. Потом, по идее, левее шахты река, вдоль русла должен быть кварц, судя по карте. Понял. Тогда отправлюсь туда. Возле шахты река вдоль русла. Вот это что ли? Это больше на ров какой-то похожий, а не на реку. Но не суть, я понял. Наверное, вот эта вот река. Хорошо, туда и отправимся. Но для начала шахта. Добудем как можно больше. Ой, я даже две пробиваю. Прикольно. Хорошо. Ох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорош. Не буду вот эти вот трубы, наверное, с... Хотя... Редкие. Спора адского горна. Лучше брать. Добыча ресурсов у меня как раз плюс. Это хорошо. Точильный камень однозначно берем. Скелеты. Скелеты-приветы. Бронированный. Не, ну это как-то ИС. Да, они простые, это приятно. Так. Адский звон, адский звон. Адский звон. Лошадь там на старте осталась. Вот, железная руда. Видишь, тоже может выпасть. Скелетов тут пробивают вот эти снаряды. Копьем на самом деле не так уж и плохо добывать. Шутки шутками. А вот эти вот множественные удары, это неплохо весьма. Хорошо. Не, сороковые уровни нормалек. Но если вот так, лайтово идти. Тоже трупы мертвых покойников. Ох, сколько железа. Но там, чую, опасность. Не, кровавая ярость обязательно для добычи ресурсов. Тут даже не обсуждается. Вот так, может пока завязать слиток плетья. Магические компоненты используются для задания магических предметов. Кутных материалов. Кварц просто мне нужно еще добыть. Кварц по 200 штук. Здесь раз, два, три. Три под кварц можно оставить. А на крайняк я выкинуть что могу? Выкинуть кости. Трава однозначно. Понял. Есть что выкидывать. Хорошо, тогда продолжаем пока. Куда лучше? О боже. Маг скелет. Мередит светлая лучница. Я туда не пойду. Мне лучше оттуда вообще свалить. Давай уйдем в ту сторону. Нам выгоднее это. Здесь разбиваются, ломаются. Но мы здесь подбили немного скелетов уже. Что плюс, правильно? Хорошо. Волокна можно поуничтожать. Это не проблема вообще. Адский звон скорее нужен. Камень, я думаю, не нужен тоже. Можно его убрать. Что это? Могильную пыль возьму. Могильная пыль добывается, ну, специфически. Мягко говоря. Да, получается пробивать. Нет, понятно, что тем же молотом получалось бы добывать в том числе. Пока поднимаем все, а там посмотрим. Вот эти необработанные материалы лучше надевать. Ну, лучше какого-нибудь там волокна, скажем так. Камня. Понятно, что эти ресурсы тоже нужны, да? Но это нужнее. Уровень слишком низкий. Для чего? Инвентарь полон? О боже. Я тебя понял. Каменную пыль нафиг. Камень нафиг. Рыбий жир, возможно, тоже нафиг. Посмотрим. Шкуры точно нафиг. Это нафиг. Вот это собираем. Железную руду. Поехали. Что еще? Сколько мест есть? Еще есть медная руду. Ну, вообще полезно. Нужно. Ее я в том числе добываю. Железную берем. Вроде бы все, да? Раз, два, три, четыре. Все, оставим столько слотов на кварц. Попробуем раздобыть кварц. Кварц мне тоже жизненно необходим. Вернемся. В любом случае, все не утащишь. Как ни крути. Бежим на выход. За кварцем. Вот кобылушка здесь стоит. Ага, не только кобылушка. Не бей лошадь. Порядок. Кости не. Кости не нужны. Ну, кости потому что пофармить можно, а вот это нет. Железная руда нужна, кварц нужен. Расставляем приоритеты. Все, погнали. Проклятие. Беги лошадка. Беги лошадка. Лошадка. Беги лошадка. Отлично. Лошадь умная. Лошадь ушла. Видишь? Лошадь сбежала от них. Они плохие, злые. Они обижают ее. Конечно же. Люди. Что с них взять? Так, идем добывать кварц. Доли реки, говоришь, да? Рабочий 22. Где-то здесь кварц. Доли реки. Кварц. Солнце бьет мне прямо в голову. Опа. Джейд охотница на вампиров. Уже второй охотник с пистольерами, что ли? Видимо, да. Мы видели одного уже охотника, а вот это охотница. В стиле Ванхельсинга они снаряжены. Ну что, вполне логично, да? Чтоб цеплялась в глаза. Опа, кварц есть. Есть контакт. Хотя бы один. Добываем. Волокна потом повыкидываю просто. Главное это кварц. Место жертвоприношения. Здесь работает нормально. Звучит хорошо. Здесь работает без двери нормально. Значит, дверь не будем стоять. Интересно, а на место жертвоприношения мы можем кого-нибудь принести в жертву? Рыба, наверное. Лебишка. Может быть. Но я пока не... Возможно, это там ночь какая-то там. Возможно, в кровавую луну. Там сто пятьсот миллионов всяких нужно. Не исключено, да. Но было бы интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Что такое? Я горю. Куда ты горишь? Виндя вышло. Сгорело на работе. Все понятно. А я горю желанием построить здесь еще полах. А-а-а. Половь. Это, это, это благое. Почему здесь ничего не строится? Нет, вот кварц проблема. Вот прям совсем проблема. Я нашел даже две сотни кварца еще не нашел. 178 это все. А бегал тут огромное количество места. Плохо. Ну, видимо, вот в этой зоне, да, какой-то будет... А, вот она, река в целом. В целом, вот она, река. Надо вдоль нее идти. Обычный день. Еще верно. Какие ящики. Еще врата. Хорошие ящики. Тут прям на ферме растет кварц. Прикольно. Может, ты просто не там ищешь? Да, больше негде. Может быть, есть какой-нибудь кварцевые копии. Я не спорю. Я ж первый раз-то в этой зоне. Ну, кварца вот я сейчас насобирал 371. Тяжело идет. То есть, железо я нашел. Все, с железом порядок. А вот это? С кварцом? А тут что? С кварцом. О, боротень. Селянин превратился в оборотня. Прикиньте. Вау. Был селянин, а внезапно раз и оборотень. Ты прям в оборотень, в оборотень. В оборотень, в оборотень. То есть, мы волки можем делать. Волк, но вампир. То есть, мы можем быть как волк. Но волк-вампир. А это именно оборотень-оборотень был, да. Сверхуровневый, конечно же. Я посмотрела. Классно. На ипподроме. Хотите гонку? Кстати, здесь действительно. Действительно ипподром. Да. Ищу кварц на ипподроме. Ну и это красится. Вы что, издеваетесь? Тут и коняшек много. Ух ты. Реальный ипподром, кстати. Самый что-нибудь настоящий. Здорово. Что красится? Смотри, еще и колонну нужно красить. Он никогда... Чеснок, чеснок, чеснок. Еще скажи по одной. Воздействие чеснока. Воздействие чеснока ослабляет вас и делает вас более воспринимающим к урону. Эффект складывается до 100 раз. Каждый эффект ослабления увеличивает получаемый урон на плюс 7%. И снижает наносимый вами урон на 0,5%. Эффект пропадает со временем, если не получать ослабление повторно. Все. Прямо на столбике висел чеснок. Да, да, да. Прикольно. Ага, то есть надо врываться как-то в эти деревни иначе. Ну, сбоку как-нибудь там. Вот, кстати, смотри, сколько тут разбегает по этой деревне. Может, там, заразится скоро? Кто заразится? Деревня. Черт. Крыс нужно. Да, 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 я понял. Идея хорошая. Не трожьте лошадку. Легкий ополченец. Убью я его, нет? Да, его убью. Яринка, если нужно будет, ты там расставь их. Так, лучник. А? Говорю, если нужно тебе будет, как-то расставь их получше. Она, кстати, вон крик поставила. Так, придвигать. Бэй, просто на них нажимаешь. Все, угол. Так, ковров еще не заповесить. Так, сорока возьми процентный разбойник. Хотелось бы, но нет. Хлопок усиленная доска. Хлопок усиленная доска. Какие-то картины делаются в столярке. Оборотень дерется с волком. Собрать, ты можешь пить кровь? Оборотень. Я его просто не победю. Он слишком силен. У нас есть железный арбалет. Ты что, посмотри. Именно есть? Да. Столярки делаются. А, он делается. 16 железных слитков. Ой, да знаешь, сколько у нас уже? У нас... А знаешь, сколько нам это топить сначала нужно? Понятно. Поставьте тогда еще печку. А, кстати... Я попробую надыбать кварца еще, но с кварцем тут проблема. Ну, сколько ты там сказала? У тебя 10, да? 10 500? Это... 10 по 200, Оль, 200. А, 200? Значит, так мало. Ну, руда как и медная, так и железная по 200. Да. Это кварц 500. Так, по 200, по 200 это 2000, да? Да, 2000. Ты говорила, там 500 хватает. Сейчас уже 15. По 15. Естся. А было сколько? А было 20. И сколько сейчас нужно? Ну, короче, хватит столько. Как хватит? Хватит. Нужно, видимо... Ну, на ближайшее все хватит. Ну, в любом случае, я больше пока не смогу добыть. Я не могу. Меньше. Все, еще тогда этот. Ага, мы посмотрим, что у нас. Еще кварц. Ой, я вхожу в какую-то странную зону. Я не знаю, что это. Что это за зона? Я думаю, нам нужен будет еще стол ученого. То есть, нам нужно следующего убирать. Но проблема в том, что я не знаю, где делать это, как что-то бумажное убирать. Наверное, туда как-то можно будет попасть. Может быть, взрывчаткой. Пока мы не можем. Ладно, не важно. Ой, 87 кварца, кстати, со штуки. 458 кварца. Надо 480, да, по-моему? А, уже меньше. Уже меньше? Уже на 15 умножается. То есть, хватит, по идее? Да. На что хватит? На улучшение, да? На улучшение хватит, да, Штепан? Так, но я нашел еще один кварц. Я думаю, ты не расстроишься, если я притащу еще немножко. Очень расстроишься. Все, добываем туда. 91. Хорошие залежи. Да, по 500 они стакаются. У нас 549 получается. Сейчас еще чутка пробегусь, наверное. Вот сюда, может быть, там врата будут вампирские. И, в принципе, все. Буду возвращаться. А то что-то загулял, загулял. Снежную локацию нашел. Три дня у тебя дома не было. Три дня дома не было, ничего себе. Ну, может больше, может меньше. Вот так себе запой. Врата снежных гор. Прекрасно. Врата снежных гор. Там, небось, еще сложнее противники. Я туда даже не пойду на всякий случай, потому что... Я как бы мог бы в обход пройти и поисследовать. Но лучше давай не надо. Пока что. Вот-вот. Причем утро скоро будет. Ну, наверное. Все, бегу домой. Беряша, где все травоценные камни? Ничего лежат. Опа! На нас напали. И, между прочим, принеси, подай, сражается. И она убила одного. Она идет второго бить. А почему она бьется руками? У нее же не меч. Я ожидал ей усиленный костяной меч. Забери у нее тогда меч и... Или она в любом случае будет бить так? Непонятно, короче. Так. Где ваши? Показывайте. Где красота? В этом доме есть хоть где-нибудь? Да, есть. Смотри, в спальне. Это налево. Ой, направо. Налево у нас мастерские. Все, мастерские. Загружаю печи. Печи пошли. Железные слитки переплавляются 180 секунд. А вы хотели в одной печке их делать? Да нам и двух мало. Все, я загрузил по максимуму, что мог. Медюху тоже загрузил. Мастерская. Еще мастерская. С мокрым полом. И спальня. Ой, правда мокрый уписался кто-то. Что такое? Бляша. Что, 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 что? Какие красивые картины. Да. Ты меня не пугает. О, боже. Ты посмотри, какая над твоей кроватью картина. Ой, какой мужчина у меня тут лежит. Ух ты. Красота. Надо гроб развернуть. Чтобы смотреть. Ну да, так получается то, что наоборот вот здесь спит женщина в итоге, да? Беляшка самое главное себе женщину поставила, что примечательно, да? То есть соответствие идет. Не было ничего не было. А у нас почему-то инверсия. Ну хорошо. Мужчина была некрасивая, красивая женщина, только владыки. Мне нравится мой эльф, который не эльф. Который не эльф. Поняв. Так, кварц. Мы не умеем, да? Кварцить. Не, не умеем. И даже не знаем, где научиться этому кварцу. Даже не знаем, где кварцить научиться. Хорошо. Может, продолжим дальше? Что дальше продолжить? По этим идти? Да. Там женщина какая-то с двумя силами. Возможно, одна из них не та. Я сейчас сундуки доставлю. Кстати, вампирские врата можно будет делать. И мне надо уже бежать. А, да-да-да-да. Давай-давай-давай. Я сейчас сундуки доставлю. Да, пока еще здесь. Сундуки сейчас доставлю и побегу. Мы думали, ты ушла уже. Они оставляют же вас без вместилища машины. Да, да. Так, а что у нас там дальше идет? Давай посмотрим. Ну, крысу мы не можем. Крысу не можем найти. Нет, потом идет... Женщина. Холора. Да, у нее какие-то две силы. Возможно, одна из их ульта. Но это не точно. Возможно. И она может делать... Откроет нам сооружение вампирские врата. То есть мы можем прям рядом с нами поставить. Это было бы удобно. Хорошо. Давай. Отслеживаем кровь. Ой. Давай я знаешь, что сделаю? Мы сделаем хитро сейчас. Лошадь загони в стойло. Я сейчас отбегу тогда к вратам. Попробую телепортироваться. Посмотрю, где она ближе будет. Как тебе план? Угу. Все, так и сделаем. Ну, у нас ульта так-то тоже есть. 150 секунд перезаряжается. Ну, вполне логично. Это же ульта. Так, я сейчас на Валерийске врата северные отправился. И я вижу, что она на западе от меня. О, боже. Серьезно? То есть она здесь? Ну-ка, ну-ка, погоди. Я думаю, она не в одном месте спамится. Скорее всего. Но здесь она вроде как есть. Насколько далеко, я не знаю. Сейчас узнаем. Ты не Палора? Ты не Палора. Мы ее быстро размотаем? Посмотрим. Сейчас узнаем. Если быстро, то я думаю, я и останусь на нее. Сейчас поглядим. Я пока не могу ее найти. Так, она дальше показывает. Сейчас я ее быстренько найду, и мы посмотрим. Какие-то дерево не тратится на печь. Так тратится эссенция, понимаешь? У нас кровь. Здесь все построено на крови. То есть у нас работает, грубо говоря, на электричестве все. А электричество, это у нас кровь. Что вполне логично, и на самом деле правильно. Чтобы не было вот этой вот заморочки по рисунцам. Туда одно, туда второе. Это хорошо. Упрощенная схема электрификации. Так, по-моему, я приближаюсь к ней. Я уже чую ее. Но еще не вижу. Она точно здесь? Где она? Нет, она не здесь. Она вообще не здесь. Она не просто не здесь. Она далеко не здесь. Да ладно. Да не ладно. Она совершенно другой локации. Понял. Тогда мы уходим туда. Сейчас я ее найду. Снабжай ее водой. Поддерживайте жизнь лошади. Посмотрите лошадей, пожалуйста. Лошади у вас там живы, нет? Я только что обнаружил, что лошадь... Надо на нее сесть и нажать тап. Биби, аж сядь. Я просто убежала. Так, двигаюсь тогда в ту сторону. Я понял. Вот где Альмина, да, плюс-минус. Туда я иду. Ты пошла тоже искать ее? Угу. Вот, конечно, только каменного голема и два источника медной руды, которых можно взрывать. Голем какого уровня? 36-й. Ммм, то есть мы его потенциально можем забить. С железными станем забьем. Ты лошадь взяла, когда пошла? Тристан все еще сверхуровневый для нас. Тристан, я боюсь, он будет, когда железо мы наденем. Мне тоже так кажется. А есть еще более сильные, чем Тристан. Женщина с двумя пистолями. Угу. Не арбалеты даже, а именно пистоли. Зараза. А как ты пробежал и... Ммм? Я по дороге прошел. Ты прошел по левой части? Я именно по дороге прошел, Оль, который не видит. То есть ты с правой части прошел в левую часть? Да. А что? Просто мне видит именно в правую часть. Лошадь может продержаться 108 часов. Первая. 108 часов? Ты ее напоила, что ли? Да, я ей вложила 15 бутылей. Бутылей. Ох, а другим хватило-то. Немного ей. Ну я других еще сейчас напоем. Давай, давай. Сверкающая луга. Название хорошее. Мне кажется, что она может быть здесь. Настолько хорошо, что нас могут убить, да? Ага. Палора. 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 Берись. Так, криминал. По коням. На самом деле ждем утро. Ой, ждем... Да, ждем следующей ночи, потому что мы без ночи не справимся. Вы же понимаете. У нас ночь сейчас заканчивается. Поэтому готовьтесь. Она прям... Она ко мне. Тут все как-то странное белое. Хотя я попробую с ней подраться. Посмотрим, что с ней будет. Может быть, я ее быстро смогу разметать. Осталось в ящиках 10 штук. Зато у всех волшебей по 15 бутылей. Она волшебница. Мы размотаем ее. Бегом. Бегом. Бегу. Криминал. По коням. Я уже тут. Без коней. Я... Я... Я бегу. На коне. Давай-давай. На коне беги. Она... Она если один раз попадает волком, то там трагедия. Надо уворачиваться. Можно я просто волком? Можно. Но если не можешь, на коне... Я пока разберусь с управлением лошади. Она у меня что-то немножко... Я понял. Он у меня отпугнула. Ты тоже просрала, да? Да. Она исчезла. Она хитрая, мне кажется. Спирит, слышите меня. Он уйдет. Ага. Бабушку нужно убить. Одной и второй. Я добью ее. Бей, по-глубну. Беляш, как дела? Это мы понимаем. Расстояние. Далеко. Далеко? Очень. Сейчас оценим. Ну да, далековато. Пока терпим. Вода. Он уйдет. Страх. Как меня умудрилось она напугать, я не понимаю. Бабочки. Он уйдет. Так. Боюсь, что надо переключать на другой билд. Это пойдет? Да, в целом пойдет, ладно. Вот это пока не нужно. Поставим щит. Рискал. Вижу. Уже даже вижу. Нужно отойти и взять что-нибудь другое. Хорошо. Я уже так взял. Все-таки щита не нравится больше. Все, Беляшка здесь. Отлично. Работаем. Ну все, Беляша пришла и мы затащили. Босс пришел, понимаете? Она специально долго шла. Чтобы мы могли показать. Чтобы мы могли помогать. Но мы не осилили. Так. Фей Уокер. Мертва. И тут рассвет. Боже. Иллюзии. Призыв волка. Иллюзии? Иллюзии. Уйдите со света. Со света идите, у вас жопы горят. Иллюзии, иллюзии. Ты смотри, что делает. Ты видел, что делает? Призыв волка. Выпускает вперед призначного волка, который наносит 100% магического урона. Накладывает постепенное замедление. И ослабляет цель, уменьшая наносимый урон на 30% на 5 секунд. Волк отскакивает к ближайшему врагу после каждого удара. Максимум 2 удара. Каждый удар наносит на 75% меньше урона. Но все равно прикольно. Стоит попробовать. На эрку как раз. Ты отскок и видел? Иллюзия. Что сделает? Ваша следующая 25% создает иллюзию, которая бросает снаряды, наносящие 40% магического урона. Повторно применяйте, если хотите вернуться в исходное положение. Также создает новую иллюзию. Вау. Красиво. А надолго? Ненадолго, кстати. Я поставил. И еще 6 секунд. Но тем не менее. В целом прикольно. Так и самое главное, ее лозить же еще можно, да? А вот это держится хорошо. Все, там еще 4 секунды всего остается. Прикольно. То есть она выстрелила, а потом мы вернулись, создали новую, она уже стреляет. И волк. Волк перезаряжается всего 7 секунд. Надо проверить его. Все, погнали, проверяем.